Глава 4. А как быть агностиком? Из предыдущих глав вы узнали немного об алкоголизме. Мы надеемся, что нам удалось объяснить разницу между алкоголиками и неалкоголиками. Если вы обнаружили, что не можете отказаться от потребления алкоголя, даже если искренне хотите этого, или не можете контролировать, сколько вы выпили, скорее всего, вы алкоголик. Если это так, то вы страдаете заболеванием, которое может быть излечено только путем приобретения определенного духовного опыта. Атеистам и агностикам приобретение такого опыта кажется невозможным. Но ведь продолжать пить означает губить себя, особенно если вы относитесь к разновидности безнадежных алкоголиков. Не всегда легко сделать выбор между неизбежной смертью от алкоголя и жизнью на обретенной вами духовной основе. На самом деле это не так уж и трудно. Около половины первых членов анонимных алкоголиков были именно атеистами или агностиками. Вначале некоторые из нас избегали этой темы, надеясь, когда уже не оставалось места для надежды, что они не настоящие алкоголики. Но через некоторое время пришлось признать, что или мы найдем духовную основу жизни, или... Возможно, так будет и с вами. Не отчаивайтесь, около половины наших членов причисляли в себя к атеистам или агностикам. Как показывает наш опыт, не нужно терять самообладание. Если бы моральный кодекс или философия жизни были достаточны, чтобы преодолеть алкоголизм, многие из нас уже давно бы могли выздороветь. Но мы обнаружили, что никакие моральные кодексы и философские концепции не помогают, как бы мы ни старались. Мы могли бы обратиться к морали или найти утешение в философии, но ни в том, ни в другом не было необходимой силы, как бы мы этого не жаждали. Наши внутренние резервы во главе с волей оказались недостаточными. Для них это была непосильная задача. Наша дилемма заключалась в недостатке силы. Нам нужно было найти силу, которая будет вести нас в жизни. И эта сила должна быть более могущественным, чем что-либо, чем мы обладаем. Это совершенно очевидно. Но где и как найти такую силу? Как раз об этом и написана эта книга. Ее основная цель – помочь найти вам силу более могущественную, чем что-либо, чем вы обладаете, которая решит все ваши проблемы. Из этого вытекает, что мы написали книгу, которую мы считаем духовной и в то же время правдивой. Из этого следует также, что мы будем говорить о Боге. Но здесь возникают трудности с агностиками. Много раз мы, беседуя с новым человеком, замечали, как у него появлялась надежда, пока речь шла о проблемах алкоголиков и пока мы объясняли задачи нашего сообщества. Но как только речь заходила о духовных проблемах, особенно когда упоминался Бог, лица слушавших вытягивались, потому что мы поднимали вопрос, который они тщательно избегали или полностью игнорировали. Мы знаем, что чувствует такой человек. Мы тоже разделяли его искренние сомнения и предрассудки. Некоторые из нас были решительными противниками религии. Для других слово «Бог» было связано с мыслью о том, кого им старались навязать в детстве. Возможно, мы отвергали эту концепцию, так как она казалась нам не соответствующей нашему внутреннему мироощущению. Отвергая ее, мы думали, что полностью отвергаем идею Бога. Нас беспокоила мысль, что зависимость от силы, находящейся вне нас, и вера в нее являются проявлением слабости и даже трусости. Мы с глубоким скептицизмом взирали на этот мир воюющих индивидуумов, воюющих религиозных учений и необъяснимых страданий. Мы с подозрением относились к тем людям, которые объявляли себя верующими. Какое отношение ко всему этому могло иметь высшее существо, и кто способен хоть как-то понять его? Однако в иные минуты, очарованные видом Звездной Ночи, мы вопрошали себя, а кто же создал все это? Мы ощущали благоговение и восхищение, но это ощущение было мимолетным и быстро исчезало. Да, мы, агностики, испытывали нечто подобное и сталкивались с похожими мыслями. Спешим утешить вас. Мы обнаружили, что как только мы смогли отказаться от предрассудков и выразить готовность поверить в силу более могущественную, чем что-либо, чем мы обладаем, так сразу это принесло результаты. Хотя никто из нас не мог дать точное определение или до конца понять силу, которая и есть Бог. К счастью, оказалось, что не нужно оценивать, какова концепция Бога у других. Наше собственное представление, каким бы несовершенным оно ни было, оказалось вполне достаточным для установления контакта с ним. Как только мы признали возможность существования творческого разума, духа Вселенной, лежащего в основе всех вещей, у нас появилось новое ощущение силы и цели в жизни. Конечно же, для этого надо было предпринимать кое-какие простые шаги. Мы узнали, что условия, которые Бог ставит перед теми, кто ищет Его, не очень сложные. Для нас царство Духа обширно, просторно и всем объемлюще, но оно всегда открыто и доступно для тех, кто настойчиво ищет. Оно открыто с нашей точки зрения для всех людей. Поэтому, когда мы с вами говорим о Боге, мы имеем в виду ваше личное представление о Нем. Это относится и к другим выражениям, связанным с понятием Духа, которые вы найдете в этой книге. Не позволяйте вашим предрассудкам, связанным с этими духовными терминами, увести вас от честного решения вопроса, что эти термины значат для вас. В первое время это все, что нам нужно для начала духовного роста, для установления наших первых сознательных контактов с Богом, как мы понимаем Его. Позднее мы обнаружили, что нами приняты многие вещи, которые казались совершенно неприемлемыми. В этом заключается духовный рост. Человеку, который хочет расти, нужно с чего-то начинать. Поэтому мы воспользовались нашей концепцией Бога, какой бы ограниченной она ни была. Нам нужно было задать себе всего один короткий вопрос. Верю ли я или готов ли я поверить, что существует сила более могущественная, чем все, чем мы обладаем? Как только человек признает, что он верит или готов поверить, мы стараемся убедить его в том, что он на правильном пути. Мы не раз видели, что на этом простом основании можно создать духовное мировоззрение, благодаря которому можно многого добиться. Сноска. Обязательно прочтите в приложении «Часть 2. Духовный опыт». Это было для нас важным открытием, так как нам казалось, что мы не можем использовать духовные принципы, если не примем на веру многие вещи, в которые трудно поверить. Когда люди предлагали нам их подходы, основанные на духовных принципах, как часто все мы говорили, «Мне бы хотелось иметь то, что имеет этот человек. Я уверен, что все бы было хорошо, если бы я мог верить, как верит он. Но я не могу принять, как безусловно верные многие аспекты веры, которые так очевидны для него. Для нас было бы большим утешением узнать, что мы можем начать с более простого уровня». Кроме кажущейся неспособности принять многое на веру, нам часто мешали упрямство, обидчивость и предрассудки, идущие вразрез со здравым смыслом. Многие из нас были настолько чувствительными, что даже случайное упоминание о духовных вопросах вызывало у нас крайний антагонизм. Нужно отказаться от такого настроя. Хотя многие из нас сопротивлялись, нам не потребовалось больших усилий, чтобы избавиться от подобных чувств. Перед угрозой гибели от алкоголя мы стали столь же непредвзятыми в духовных вопросах, какими старались быть и в других сферах жизни. В этом смысле алкоголь обладает большой силой убеждения. В конце концов он заставляет человека быть благоразумным. Иногда это был утомительный процесс. Мы надеемся, что ни у кого из вас предрассудки не будут держаться так долго, как у некоторых из нас. Читатель может снова спросить нас, почему он должен верить в эту силу, которая могущественнее его. Мы считаем, что на это есть причины. Вот некоторые из них. Практичный современный человек придерживается фактов и конкретных результатов. Тем не менее, 20 век охотно принимает всевозможные теории, при условии, что они основаны на фактах. Существуют многочисленные теории, например, касающиеся электричества. Все мы принимаем их без тени сомнения. Почему же мы так легко готовы принять их? Просто потому, что мы не можем объяснить, что мы видим и чувствуем, над чем главенствуем и чем пользуемся, без какого-либо разумного предположения, выбранного в качестве исходного пункта. Мы все верим в истинность многочисленных предположений, которые подтверждаются фактами, хотя точных визуальных доказательств нет. Не доказывает ли наука, что визуальные доказательства самые неубедительные? Мы постоянно обнаруживаем при изучении материального мира, что видимая реальность вовсе не является истинной сущностью. Приведем пример. Прозаическая стальная балка представляет собой множество электронов, с невероятной скоростью движущихся относительно друг друга. Движение этих крошечных тел происходит по совершенно точным законам, и эти законы одинаковы для всего материального мира. Так нас учит наука. У нас нет никаких оснований сомневаться в этом. Однако, как только нам предлагают вполне логичное предположение, что в основе всего материального мира и жизни, насколько мы можем понять это, лежит всемогущий и руководящий творческий разум, как тут же незамедлительно проявляется наш антагонизм. И мы усердно стараемся убедить себя, что все это совсем не так. Мы читаем множество многословных книг и ведем пустые споры, полагая, что вселенной не нужен Бог, чтобы объяснить ее существование. Но если бы это было так, то из этого вытекало бы, что жизнь возникла из ничего, и что она бессмысленна, и куда не движется. Вместо того, чтобы считать себя разумными представителями Бога, передовым отрядом его непрерывного творения, мы, агностики и атеисты, предпочитаем верить, что наш человеческий разум является последним словом, альфой, омегой, началом и концом всего сущего. Мы довольно тщеславны, не правда ли? Мы все, шедшие этим сомнительным путем, просим вас отказаться от предрассудков, в том числе направленных против организованных религий. Мы поняли, что при всех своих недостатках вера дает смысл и цель миллионам людей. У верующих есть вполне разумная идея о том, каков смысл жизни. У нас в прошлом фактически не было никакого общего представления о жизни как таковой. Мы забавлялись тем, что цинично разбирали по косточкам духовное верование и практику религии, не замечая того, что многие люди с религиозными устремлениями, независимо от расы, цвета кожи и вероисповедания, демонстрируют известный уровень стабильности, счастья и благополучия, которым следовало бы стремиться и нам. Вместо этого мы искали обыкновенные человеческие недостатки в этих людях, а иногда использовали эти недостатки как основу для огульного осуждения всех верований. Мы говорили о нетерпимости, оставаясь сами нетерпимыми. Мы не видели реальности красоту леса, так как нас отвлекало безобразие отдельных деревьев в нем. Мы никогда не уделяли должного внимания духовной стороне жизни. В наших рассказах о себе вы найдете множество путей, при помощи которых мы постигали силу более могущественную, чем мы. И это совершенно не важно. согласны или нет мы с тем или иным путем. Опыт научил нас, что в нашем случае нет смысла беспокоиться об этом. Эти вопросы каждый человек решает сам. В одном только согласны все эти мужчины и женщины. каждый из них приобщился к силе более могущественной, чем они, и верят в нее. В каждом случае эта сила совершила чудо непосильное для человека, представленного самому себе. Как говорит известный американский государственный деятель, обратимся к документам. «Тысячи мужчин и женщин, вполне земных, заявляют открыто, что с тех пор, как они поверили в силу более могущественную, чем они, определили свое отношение к ней и научились делать некоторые простые вещи, в их образе жизни и мышления произошли революционные изменения. Представь перед гибелью и отчаянием, перед полной утратой всех внутренних резервов, они обрели новую силу, покой и счастье. У них появилось ощущение цели в жизни. Это случилось вскоре после того, как они искренне стали следовать нескольким простым правилам. Если раньше кажущаяся бессмысленность их существования смущала и озадачивала их, то теперь им ясно, почему их жизнь была такой трудной. Даже если оставить в стороне вопрос о выпивке. Они рассказывают, как произошли изменения в их жизни. Когда многие сотни людей способны утверждать, что сознание присутствия Бога является самым важным фактом в их жизни, это серьезная причина для того, чтобы приобщиться к вере. Наш мир за последние столетия добился большего материального прогресса, чем за многие тысячелетия до этого. Почти все знают, в чем причина этого. Те, кто изучают древнюю историю, могут сказать, что интеллект людей с тех времен, по крайней мере, не уступал нашему. Тем не менее, материальный прогресс в те времена был мучительно медленным. Дух современного научного поиска, исследования и изобретательства был почти неизвестен. В материальной области ум человека был скован предрассудками, традициями и всякого рода установившимися представлениями. Некоторые современники Колумба считали абсурдной мысль, что Земля круглая. Другие чуть не приговорили Галилея к смерти за еретические взгляды в астрономии. Давайте спросим себя, не выказываем ли мы ту же предвзятость и неразумность в вопросах духа, которые древние высказывали в вопросах материальной жизни. Уже в нашем веке американские газеты не решились напечатать отчет о первом успешном полете братьев Райт у Китти Хок. Сноска. Это место, где состоялся первый в мире полет на самолете. Ведь до тех пор, пока все попытки пионеров авиации заканчивались неудачно, разве не упал в реку потомок летательный аппарат профессора Ленгли? Разве не правда ли, что лучшие материалистические умы доказали, что человек никогда не сможет летать? Разве люди не утверждали, что Бог оставил эту привилегию птицам? Всего 30 лет спустя воздушное пространство было покорено и путешествие самолетом стало обыденным делом. Наше поколение стало свидетелем полного раскрепощения мышления во многих областях. Покажите любому портовому грузчику воскресное приложение к газете, описывающему идею исследования поверхности Луны при помощи ракет, и он скажет, уверен, что они это сделают, причем довольно скоро. Разве для нашего века не характерна легкость, с которой мы отбрасываем старые идеи и заменяем их новыми, и готовность отринуть теорию, как какую-нибудь вышедшую из строя деталь, и заменить ее новой? Мы должны спросить себя, почему бы нам не применить к решению человеческих проблем такую же готовность изменить свою точку зрения? У нас были трудности в отношениях с другими людьми. Мы не умели контролировать свойственную нам эмоциональность и испытывали горе и депрессию. Мы не могли зарабатывать себе на жизнь, мы чувствовали себя никому не нужными, мы были подавлены страхом, мы были несчастны, мы были не в состоянии кому-либо помочь. Разве кардинальное решение этих задач не более важно, чем телевизионный репортаж о полете на Луну? Конечно же, человеческие проблемы важнее. Когда мы увидели, как другие решают свои проблемы, полагаясь на дух Вселенной, мы перестали сомневаться в существовании Бога. Наши идеи оказались беспомощными в то время, как идея Бога нам помогла. Почти детская вера братьев Райт в то, что они смогут построить летательный аппарат, была основой их успехов. Без этой веры они ничего бы не добились. Мы, агностики и атеисты, придерживались идеи, что опора на собственные силы поможет нам решить все наши проблемы. Когда же на чужих примерах мы увидели, что идея упования на Бога практически решает проблемы других людей, мы начали чувствовать себя, как те, кто утверждали, что у братьев Райт ничего не получится. Логика – это замечательная вещь. Нам нравится логика. Нам все еще нравится логика. Не случайно нам была дана способность рассуждать и анализировать наше чувственное восприятие и делать выводы на основе опыта. В этом заключена одна из самых замечательных способностей человека. Агностики не принимают ничего, что поддается разумной интерпретации. Поэтому мы затрудняемся объяснить, почему наша вера разумна, почему нам кажется, что более трезвым и логичным верить, чем не верить. Почему мы говорим, что наш прежний способ мышления был смутным и невнятным, когда, разводя руками, мы произносили с сомнением в голосе. Мы не знаем. Когда мы стали алкоголиками, сломленные кризисом, в который сами себя завлекли, мы уже не могли больше откладывать решение этого вопроса или увиливать от него. Нам пришлось бы бесстрашно ответить на вопрос, является ли Бог всем или ничем? Есть ли Бог или его нет? Каков наш выбор? На этом этапе нашей жизни мы напрямую столкнулись с вопросом веры. Мы не могли уйти от решения этой проблемы. Многие из нас уже двигались по мосту разума к обетованному берегу веры. Очертания земли обетованной вызывали блеск в почти потухших глазах и оживили нас слабый дух. К нам протянулись руки дружбы. Мы были благодарны разуму, который позволил совершить этот дальний путь. Но почему-то мы не могли ступить на берег. Возможно, мы слишком уповали на разум на последнем участке пути и боялись остаться без его поддержки. Все это совершенно естественно, но давайте глубже вникнем в суть дела. Хотя мы и не осознавали этого, разве не привела нас к этому этапу какая-то вера? Разве мы не верили в правильность наших рассуждений? Разве не были мы уверены в нашей способности думать? Разве это не разновидность веры? Да, мы были верующими, мы слепо верили в Бога разума. Так или иначе, мы обнаружили, что вера присутствовала в нашем прежнем образе мышления. Мы поняли, что мы тоже были верующими. Это бывало приводило к состоянию, похожему на озноб в глубине души. И потому, хотя мотивы у нас были иные, не сорзерцали ли мы благоговейно закат, море, цветок? Кто из нас не любил что-то или кого-то? Что общего было у этих чувств, этой любви, этого обожания с чистым разумом? Как мы поняли, почти ничего или совсем ничего? Разве не эти вещи составляли смысл нашей жизни? Разве не эти чувства в конечном счете определяли ее течение? Нельзя же в самом деле сказать, что мы не способны верить, любить, боготворить. Фактически, мы всю жизнь жили одной верой. Вообразите жизнь без веры. Жизнь перестала бы быть жизнью, если бы в ней остался только чистый разум. Но ведь мы верили в жизнь и верили безо всякого сомнения. По отношению к жизненным проблемам не действуют те методы доказательств, благодаря которым мы утверждаем, что прямая является кратчайшим расстоянием между двумя точками. Могли ли мы продолжать утверждать, что все вокруг это всего лишь масса электронов, созданные из ничего, лишенные всякого смысла, что ей суждено бешено кручасть, мчаться в никуда? Конечно, нет. Даже электроны представляются слишком разумными, чтобы участвовать в этом сценарии. По крайней мере, так говорят химики. И так мы убедились, что разум это еще не все. К тому же, на разум нельзя полагаться, если учесть, как большинство людей им пользуются. Ведь его доводы есть порождение лучших умов. А как насчет тех, кто доказывал, что человек никогда не сможет летать? Но ведь мы видели полеты совсем иного рода. Например, духовный взлет над обыденностью, который демонстрировали нам люди, способные возвыситься над своими проблемами. Они говорили, что Бог сделал это возможным, а мы только улыбались. Мы видели примеры духовного освобождения, но предпочитали говорить себе, что это неправда. На самом деле, мы обманывали самих себя, потому что в душе каждого мужчины, каждой женщины, и каждого ребенка есть основополагающая идея Бога. Она может ощущаться невнятно, заслоненная бедой, помпезностью или преклонением перед другими вещами, но в той или иной форме она и есть всегда, ибо есть вера столь же древняя, как и сам человек. Это вера в силу более могущественную, чем мы, и в чудесные проявления этой силы в жизни людей. Мы, наконец, увидели, что вера в какого-то Бога столь же свойственна нам, как, например, чувства, которые мы питаем к другу. Иногда нам требовалось бесстрашие в поисках, и тогда мы находили его. Он был столь же реален, как мы сами. В глубине души мы обнаружили великую реальность. В конечном счете, только там и можно его найти. Так было, по крайней мере, у нас. Мы можем лишь слегка прояснить суть дела. Если наши свидетельства помогут вам отказаться от предрассудков, научат мыслить честно, ободрят и придадут усердие в исследовании своего «я», тогда, если вы захотите этого, вы сможете присоединиться к нам, идущим по широкому пути. С таким взглядом на мир вы не пропадете. К вам придет, наконец, сознание веры. В этой книге вы прочтете о человеке, который считал себя атеистом. Его история настолько интересна, что ее стоит вкратце пересказать. Перемена, произошедшая в его душе, была удивительно, трогательна и полна драматизма. Наш друг был сыном священника. Он посещал церковную школу, в которой он взбунтовался, потому что, как ему казалось, слишком много времени отводилось изучению религии. В течение многих лет его преследовали несчастье, разочарование, неудачи в делах, психическое заболевание, смертельная болезнь, самоубийство. Все эти беды в его семье ожесточили и сломили его. Утрата иллюзий в послевоенные годы, усилившийся алкоголизм, грозящая физическое и умственное деградация довели его до состояния близкого к самоубийству. Однажды ночью, когда он был в больнице, к нему подошел алкоголик, познавший соприкосновение с духовным миром. В ответ на все уговоры наш друг с отвращением крикнул «Если Бог есть, то он уж точно ничего не сделал для меня!» Но позже, оставшись один в своей комнате, он задал себе вопрос «Неужели все верующие, которых я знал, заблуждаются?» Думая об этом, он понял, что живет в аду. И вдруг, как удар грома, явилась необъятная мысль, которая вытеснила все остальное. «Да кто ты такой, чтобы утверждать, что Бога нет?» Этот человек рассказывает далее, как он сполз с кровати на колени. Через несколько мгновений ощущение Божьего присутствия переполнило его. Оно пронзило его, и переполнило душу с неотвратимостью и мощью половодия. Все преграды, которые он строил годами, были снесены. Он оказался лицом к лицу с безмерной силой и любовью. С моста он ступил на берег. Впервые в жизни он был вместе с Создателем, вполне сознавая это. Так был заложен краеугольный камень веры у нашего друга. Никакой последующий анализ уже не мог поколебать его. Его алкогольные проблемы перестали существовать. Они исчезли именно в ту самую ночь много лет тому назад. За исключением нескольких моментов искушения, мысль о том, чтобы выпить, уже не возвращалась к нему. А в моменты соблазна в нем поднималось чувство отвращения. Похоже, что он не мог бы выпить, даже если бы захотел. Бог вернул ему здравомыслие. Что же это, как не чудо исцеления? Вместе с тем, путь к этому чуду состоит из простых этапов. Обстоятельства возбудили в нашем друге желание верить. Он смиренно припоручил себя Создателю. И тут он все понял. Как бы там ни было, нам всем Бог возвратил здравомыслие. К этому человеку откровение пришло внезапно. У других это был длительный процесс. Но он пришел ко всем из нас, кто честно искал его. Когда мы приблизились к нему, он открылся.